Конечно, главная тема сегодняшнего вечера и дня – это всё, что происходило и происходит в российско-белорусских отношениях. 4 часа 20 минут была беседа двух президентов. Долетели до этого действия не без проблем. Не без проблем. То есть, что, кстати, во многом говорит о том, что из себя представляет современная система отношений между Украиной и Белоруссией. Потому что Лукашенко на самолёте летел не через Украину. То есть, он через территорию Белоруссии и Российской Федерации. То есть, ему пришлось описать такой круг. Ну, не круг, дугу. Описать дугу, и всё это не случайно. Значит, меня многое заинтриговало. Многое заинтриговало. Напомню, что довольно забавно описывало всё происходящее. Почему забавно? Ну, слушайте. Ладно, что я вам буду говорить за Лукашенко. Давайте посмотрим, как Лукашенко описывает свою благодарность за то. Ну, посмотрите сами. Если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрируете, что белорусские границы – это границы союзного государства. Уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень-очень серьёзный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали. Мы действительно по договору ОДКБ шли ровно. И, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. Я ничего не понял. Вот я реально послушал про почёсывание рук, что кому-то захотелось. Я просто реально не понял. Мне это было интересно понять, что происходит в Белоруссии. То есть, с чем связан кризис, какие есть планы выхода. Но это внутренние дела Белоруссии, конечно, если не хотят, могут и не делиться. Но для меня было важно это понять. Что на это сказал Лукашенко? Вот я его себе оставлю. Я не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то. У нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В субботу, в воскресенье. В эти дни, обычные дни, страна живёт обычной жизнью. Да и в субботу, в воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красные линии. Какую черту? Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом. Я это помню. Не дай бог, конечно. Давайте я вас сейчас остановлю. Вы что-нибудь поняли? Красные линии. То есть то, что сейчас происходит внутри Белоруссии, это что? Та же проблема, которая у нас была во время чеченской кампании? То есть что? На территории Белоруссии действует террористический международный анклав, который захватил Чечню? А на Белоруссии что, он Гродно захватил? То есть вот эта попытка привязать к пониманию Владимира Владимировича красные линии, это о чем говорит господин Лукашенко? Это очень любопытно. Это в Белоруссии, но тем не менее есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Ну вот хорошо сказано, что есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Но я просто хочу понять, а где и кто и как переходят красные линии? Вообще, что такое красные линии? Вот, например, субботний женский... Расходимся, расходимся! Это снято с нагрудной камеры милиционера. Вас предупредили, Пятя! Отойдите дальше! Притом, слышите, они просто кричат. Ну, это выглядит, конечно, таким странным зрелищем. Дамы такие агрессивные. Притом их не трогают, а они орут. Ну, хорошо, ну кричат, ну покричат. Это когда рассказывают о тихом, мирном характере белорусских женщин. Такая антиреклама женитьбы. То есть красные линии это что? Или вот это красные линии? Вот это красные линии, когда ОМОН долбит женщину кулаком по лицу. Притом она его не ударила, она ничего не сделала, а он ее долбит. Это красные линии или нет? И когда на полном серьезе нам заявляют, что он себя защищал. От кого он себя защищал? Да наоборот, надо пресс-службы, чтобы МВД пригласил эту женщину и извинилась. Ну, это вообще дело, которое... Ну, для кого это показывают? Ну, в каком? С другого ракурса будет то же самое. С камерой этой женщины показывали то же самое. Это красные линии. Ну, я просто хочу понять, что такое красные линии? Или вот это красные линии? Когда уже перешли от рассуждений... То, что мы считали спадом протеста, было на самом деле таким уходом в партизанское движение, когда люди опять скоординировались для того, чтобы решать свои темы по дальнейшей жизни в стране без Лукашенко. В частности, есть план не платить налоги, не платить коммунальные платежи, забирать детей из государственных школ и так далее. И есть еще очень много других инициатив. Ну, а ты на добротвор то, что ты говоришь. Это красные линии или нет? Ну, хорошо, они не будут платить платежи. Ну, им отключат коммуналку. Придет плохая погода, и что они будут делать? Они заберут детей из школы. Хорошо, дети потеряют минимум год? То есть, кому сделают плохо? Не платить налоги. Кто? Из зарплаты у вас налоги вычитают и так. Где и как вы собираетесь не платить налоги? Чтобы ваши пенсионеры и бюджетники себя чувствовали плохо? Или вы считаете, что вас поляки будут содержать? Ну, вряд ли. Ну, вряд ли это так будет, правда? То есть, скорее всего, мы с вами понимаем, что так не будет. Или вот это не красные линии? Мы занимаемся военно-практической подготовкой. То есть, это штурм помещений. Штурмовой альпинизм. Работа в лесу. Освобождение заложников. В общем, все, что связано с тактикой. И все, что взрывает и стреляет, это все к нам. Ну, вот и пришли к тем, кто все взрывает и стреляет. Но пришел спецназ МВД, произвел жесткий захват. А вот эти ребятки, которые о себе радостно говорили, они к чему готовились? Они чего хотели? Достаточно оказались подготовленные молодые люди, там, по-моему, от 16 до 22 лет. Это чтобы все оказалось... Вот это красные линии? Я думаю, да. Я думаю, что вот здесь мы уже как раз говорим о красных линиях. Но очень четко и очень грамотно. На все это был изначально дан ответ. И было сказано все президентом Российской Федерации. Просто надо внимательно слушать. Да, конечно, красивое рукопожатие дня, и Лукашенко, костюмчик. И вот они сели. И вот они сели. И вот здесь все понятно сразу по первому выступлению Путина. Вот сразу. Как только Путин говорит, все становится понятно. Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах. Ну, это было в письменной виде и по телефону. Сейчас на рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов. Мы видим, конечно, все знаем. Вот первая часть понятна. То есть, да, мы поздравили. Да, мы признаем легитимность Лукашенко. Мы с ним ведем беседу, как с легитимным президентом. А вот дальше давайте слушать очень внимательно. Что в Беларуси происходят и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы беларусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме идеологии друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше. Что здесь важно? Без внешнего давления, мирным путем, в рамках законного поля. Притом это относится как к оппозиции, так и к власти. И это надо понимать. У нас есть возможность поговорить с Павлом? Ну так вы мне пишите, иначе я бы не стал. Павел, привет. Прости, я не знал, что ты висишь, я бы уже сразу тебя вывел. Но Лукашенко, как известно, твой друг. Каждый раз, когда вас, дорогой Павел, видит Лукашенко, он всегда с радостью отмечает ваше присутствие и такое особое расположение. Шпионом называют, шпионом. Наши это разведчики, шпионы, это могут быть только у них. Притом наши, я имею в виду союзные государства. Как ощущения от сегодняшней встречи? Что думаете? Ну, безусловно, бросается во глаза, что это совершенно нестандартная встреча. Вот если говорить о стандарте, как о многочисленных встречах Путина и Лукашенко, которые мы все видели, конечно, за эти годы многократно. Наверное, их было десятки, если может быть даже больше сотни. И всегда это, конечно, были встречи, в которых огромное количество принимало членов делегации, министры приезжали, иногда даже премьер-министры с обеих сторон участвовали. В этот раз все-таки действительно встреча прошла от начала до конца, что называется, с глазу на глаз. То есть, когда часто говорят про президентские встречи, вот она пройдет с глазу на глаз, это, как правило, бывает преувеличение, потому что рядом всегда кто-то есть, например, помощник по внешней политике или министр иностранных дел, а вот здесь это было никакое не преувеличение. Встреча действительно прошла с глазу на глаз. Связано это с двумя важными вещами. Дело не только в том, что вот нужно было, безусловно, нужно было поговорить из глазу на глаз, но дело еще и в том, что есть определенные коронавирусные ограничения, поэтому, например, журналисты там не работали, поскольку журналисты вот сейчас тоже очень ограниченный кулы журналистов работает. Вот, и, безусловно, президентам, и это самое главное, было важно поговорить один на один. Тот факт, что Лукашенко не остался в Сочи, а сразу улетел. При этом ведь, как я понимаю, беседу приходилось прерывать из-за звонка Макрона. Нет, все-таки, насколько я понимаю, звонок Макрона произошел перед встречей, буквально где-то за час. Дело в том, что сегодня определенные были расхождения по временам, это связано с техническими совершенно вещами. Первые видеокадры, это встреча Путина и Лукашенко, появились где-то в районе после 15-16, хотя встреча началась в 14-20, просто это был не прямой эфир, это была запись встречи, поэтому там и, возможно, происходили какие-то вот такие расхождения, что же произошло раньше, что позже. Вот, ну, вы хорошо знаете, уже читаете. Вот на что вы обратили внимание? Мне казалось, что Лукашенко очень много говорил о прошлом, но он всегда так любит давать развернутые ответы. Но мне показалось, или он волновался больше, чем обычно? Вы знаете, безусловно, когда речь идет о большой политике, и, конечно, очень важно, и всегда к этому присматриваются то, как сидит, то, как говорит. Это может показаться мелочью, а это все-таки совсем не мелочь. И вот к этой встрече действительно имеет смысл присмотреться. Я не буду ничего здесь комментировать, но точно совершенно можно посмотреть вот именно вот на жесты, на то, кто как сидит, кто что делает, кто как говорит. И станет ясно, что, конечно же, ситуация, так скажем, не самая простая. Не самая простая. А в чем не простая? Я без глубоких комментариев. Ведь, ну, много же было разнообразных бесед, и напряженных, и эмоциональных. И сегодняшние 4 часа 20 минут отнюдь не самое долгое. Ну, мы же с вами можем вспоминать и другие встречи президентов Путина и Лукашенко. Их было, повторюсь, очень много. Последний год-два они тоже проходили в таком достаточно... Ну, по крайней мере, ажиотаж и атмосфера вокруг этой встречи были такими достаточно напряженными. Как правило, потом это завершалось позитивными вполне заявлениями, но мы с вами всегда внимательно наблюдали далее за тем, а что президент Белоруссии расскажет об этой встрече тогда, когда приедет, вернется к себе домой. И, скажем, мягко разные бывали ситуации. То есть иногда следовали заявления, ну, не то что взаимоисключающие, но, по крайней мере, тональность этих заявлений отличалась. И это происходило достаточно часто. Но вот, кстати, любопытно, как будет сейчас. Тоже за этим нужно понаблюдать. Согласен. Спасибо большое, Павел. С нетерпением жду воскресенья. Как всегда будет блестящий репортаж со всеми нюансами, тонкостями. Да, кстати, это важный момент. У нас есть съемки, которые мы покажем только в программе «Москва, Крым, Путин, воскресенье». Вы совершенно правы. Ну, Павел, я же знаю, с кем имею честь работать. То есть я же не случайно сказал, что вы знаете все и знаете все тонкости. Так, ну, по секрету, пока нас никто не слышит. Ну, так, совсем-совсем. Но встреча прошла хорошо? Встреча все-таки прошла действительно целиком за закрытыми дверями. То есть здесь ничего сказать не могу от своего имени. Но некоторые детали, то, как она начиналась, чуть большее количество деталей, чем это вышло в сегодняшний телеэфир разных телекомпаний, мы сможем показать. Спасибо большое, Павел. Возникло сразу несколько очень серьезных интриг в процессе обсуждения. При этом, ну, такие интриги были серьезные. Потому что Лукашенко все время говорил о внешней угрозе. Он все время пытался использовать такую терминологию, ну, очень жесткую, если угодно, такую военную. Ну, послушайте сами. И малые, и большие учения мы должны проводить вместе. Вы, вот урок, один из уроков нынешней ситуации в Беларуси, вы увидели. Ну, зачем брязгать гусеницами у границ союзного государства Беларуси? Зачем? В сложный период, ну, потерпите. Нет. 15 километров от границ выбросили недавно батальон натовский. 15 километров в Литве по Брата. Зачем? Ну, вот посмотрите, да, посмотрите на язык жестов, посмотрите на взгляды, посмотрите на то, как сидят. Ведь, ну, мы понимаем, что вот эта часть предназначена для широкой аудитории. Они снимают. Посмотрите, Владимир Владимирович очень уверен в себе. И он спокойно смотрит, слушает. А господин Лукашенко, ему и как-то сидеть не очень удобно, ощущение. И он очень так... Ну, ясно, что Путин это все знает. То есть Лукашенко это рассказывает для кого? Я думал, вдруг в этой открытой части прозвучит что-то из тех самых ягодок, о которых господин Лукашенко рассказывал российским журналистам, что было перехвачено все, и ягодки тоже. Но до ягодок как-то не дошло. Пока шел пересказ некой фактологической конвей, которая бесспорно российскому президенту была очень хорошо. Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомировали всех, что провокации не допустить, войны не будет и прочее. И мы оказались как у разбитого корита. Армия была, Красная Армия, Советская Армия, а прошли Беларусь, даже практически не успели собраться и сопротивляться. Гнали нас аж до Смоленска и только там смогли как-то противостоять. Вот заметьте, опять в очередной раз Лукашенко говорит категорию войны исполняет уступить. То есть речь идет о войне и о прошлом. Но Путин-то с ним говорит как раз о будущем. Путин все время говорит о будущем. Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз. В этой связи, в связи с работой на Конституции, уже создана, по-моему, соответствующая структура, создана во главе с заместителем председателя Конституционного суда. Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, эта работа, и работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне. И это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаваться условия для дальнейшего развития.